Доклад, который вы сегодня услышите, он будет рассчитан на 20 минут. При этом мы построили его следующим образом, чтобы слайды были достаточно грамотными, рассчитанными на грамотную аудиторию, в том числе и врачебную, но говорить я буду доступным, понятным языком, в том числе и людям, которые и пациентам, не имеющих медицинского образования. И после того, как доклад, еще раз подчеркиваю, будет выслушан, сообщение будет выслушано, у нас будет 10 минут на вопросы и ответы, поэтому, пожалуйста, пишите в чат, мы все вопросы видим. Дальше, следующий у нас будет вопрос, посвящен телемедицине и референсу, что важно знать пациенту на эту тему озвучит Малкова Анна Николаевна. Ей тоже можно писать вопросы в чат, как по ОМС бесплатно пройти пересмотр иммуногистохимии, как выполнить молекулярно-генетическое исследование, как, в том числе, вопросы, у нас осуществляется запись к тем или иным специалистам, как можно получить телемедицинскую консультацию, или же это врач-врач, когда врач загружает данные о пациентах, а также возможность получить консультацию пациенту через уже пациент кабинета, пациентский кабинет, и тоже об этом сегодня расскажет Анна Николаевна. И после доклада Анны Николаевны у нас будет доклад нашего ведущего клинического психолога Вагайцева Маргарита Валерьевна. Она достаточно такой, мне кажется, важный доклад сегодня выбрала, как онкологические заболевания, мифы и реальность. Поэтому, пожалуйста, пишите вопросы в чат, и мы постараемся на них на все ответить. Но единственное, что могу сразу сказать, что персонализированные данные, мы постараемся от них отойти, я уже вижу такие вопросы в чате, мы постараемся отвечать общо, потому что только конкретно для каждого пациента мы можем только после личного индивидуального осмотра врача и ознакомления со все имеющиеся данными. Поэтому консультацию вот так вот сейчас в эфире полноценную получить, к сожалению, просто попросту невозможно. Но ответить на основные вопросы мы постараемся выполнить наши основные цели и задачи. Итак, мы сегодня, поскольку тема достаточно большая, касающаяся HER2-позитивного рака молочной железы в целом, но мы сделаем акцент на метастатическую болезнь, где анти-HER2-терапия наиболее актуальна. И вот так вот выглядит схема лечения метастатического рака молочной железы на сегодняшний момент, но я буду говорить просто. Собственно, как мы назначаем лечение? А рак молочной железы – это достаточно гетерогенное, различное по своей структуре и вообще заболевание. На ядре опухолевой клетки есть рецепторы эстрогенов, прогестерона, HER2. В результате мы определяем следующие подтипы. Это гормоночувствительный подтип, трижды негативный подтип, когда отсутствуют на ядре опухолевой клетки рецепторы к эстрогенам, прогестерону и HER2. И так называемый HER2-позитивный подтип, когда есть на ядре опухолевой клетки экспрессия HER2-3+, или же экспрессия HER2-2+, которая подтверждена амплификацией гена HER2 методом ФИШ. Что такое амплификация? Если мы говорим об экспрессии, вот иммуногистохимия, то, что определяет, это определяется представленность белка на ядре опухолевой клетки иммуногистохимически. Если три плюса – это истинная экспрессия HER2, здесь нужна анти-HER2-терапия. Если два плюса – это серая зона, мы не знаем опухоль HER2-позитивный или HER2-негативный. Для этого нужно посмотреть ее генетическую структуру. Для этого делается метод ФИШ – флюоресцентная гипертизация ин-ситу. И определяется копийность гена HER2. Вот если методом ФИШ выявлена амплификация гена HER2, значит опухоль истинная HER2-позитивная. Если же при HER2-двух плюсах ФИШ метод негативный, значит опухоль HER2-негативна. Таким образом, на настоящий момент, наряду с определением экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона HER2, сегодня еще определяют герминальную мутацию Берсией. Причем для славянских народов она определяется методом ПЦР, а при наличии в роду каких-то различных народов, там татар, например, башкир, здесь уже нужно более расширенное полногеномное секвенирование. Это определение наследственной мутации герминальной Берсией. Это ген Анжелина Джоли, всем хорошо известный. Кроме того, также сейчас определяется наличие мутации гена Пиктрисией. Это уже для гормона позитивного рака молочной железы. И еще, представляете, еще определяется ПДЛ-экспрессия. Это при трижды негативном раке молочной железы. Посмотрите, как много мишеней сейчас позволяет максимально индивидуализировать лечение. Но сегодня мы, конечно, будем акцентировать внимание на так называемом HER2-позитивном раке молочной железы. И вот то, о чем я подробно говорила, это все сейчас отражено в рекомендациях на сайте Минздрава России, в рекомендациях «Русско». И вот более подробно, как в том числе пройти эти рекомендации в федеральных центрах по МЭС и как это, в принципе, все осуществить, об этом чуть позже расскажет Анна Николаевна Малкова. Но, собственно, для чего вот эти вот графики? А для того, чтобы сейчас четко сказать, что получение анти-HER2-терапии позволяет считать некогда неблагоприятный HER2-позитивный потип наилучшим в отношении прогноза, потому что пациенты, получая анти-HER2-блокаду, выключают вот эту вот мишень HER2, и в результате активность опухолевой клетки снижается, клетка переходит в сонное состояние или же погибает. Поэтому анти-HER2-терапия для метастатического рака молочной железы – это своего рода, как вот та вот самая кнопка, которая, то есть, это вот мы благодаря анти-HER2-терапии выключаем эту кнопку, и пока анти-HER2-терапия проводится, эта кнопка выключена активности заболевания. Кроме того, я еще хочу обратить ваше внимание, что почему вот врачи, говорят, ко мне пациенты иногда приходят, вот Татьяна Юрьевна, зачем вы, у меня там 4 или 5 лет назад была выполнена операция, была определена иммуногистохимия, вот сейчас вы же видите, у меня увеличенный лимфоузел, зачем вы меня отправляете на биопсию? А вот я даже для этого вот этот умный слайд на самом деле, но хотелось бы сказать, что дискордантность, то есть изменение биологического по типу, исчезновения рецепторов или появления рецепторов может быть до 30% случаев. А если опухоль была, например, гормонопозитивна, а мы обследуем, а экспрессия рецепторов исчезла, то гормоноподотерапия будет неэффективна, нужно лечить только химиотерапию. Или, например, опухоль была HER2-позитивна, мы выполняем обследование, а нет экспрессии HER2 на метастатических клетках, метастазировал не HER2-позитивный клон. Поэтому если доктора назначают биопсию из печени, из легких, независимо где, а если даже метастаз только в печени или только в легких, обязательно нужно выполнять, и в том числе в нашем центре, такие, я думаю, во всех центрах это проводится, активно проводится реобиопсия метастатических очагов, потому что это даже попросту может быть и другим заболеванием, вторым, третьим, в ряде случаев четвертым заболеванием. Поэтому здесь лечение может быть совсем отлично от лечения, которое мы проводим по поводу рака молочной железы. И если говорить о тех возможностях лечения, я сразу оговорюсь, что нет единого клише для каждого пациента. Каждому пациенту индивидуально мы подбираем лечение в связи с уровнем экспрессии, с временем возникновения рецидива после ранее проведенного лечения, со степенью распространенности процесса, сопутствующей патологии, каким-то геронтологическим профилем возраста обусловленным. Поэтому здесь нельзя сказать, что нужно лечить только так, и всех мы должны пациентов лечить под одну гребенку. Одной гребенки не существует, здесь и каждому пациенту индивидуальный подход. И вот если говорить в целом, то для первой линии метастатического рака молочной железы, но здесь опять-таки очень многое зависит, а какое лечение проводилось в одеванте, в неодеванте. Потому что можем ли мы возвращаться к тому же самому лечению, или должно назначаться другое. Так вот, в принципе, в целом наилучшей опцией в первой линии считается комбинация тростозумаба-пертозумаба с химиотерапией. Сейчас мы говорим для истинного HER2, позитивного рака молочной железы, когда есть экспрессия HER2, но нет экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона. И здесь вот наилучшая опция первой линии – это тростозумаб-пертозумаб. Наилучшая опция второй линии – это тростозумаб-эмтанзин. Это такая вот химера, так я ее называю, когда к антителу тростозумабу с мостиком присоединен цитостатик, и антитело разыскивает анти-HER2 клетку, взаимодействует с ней. Потом лизосома изнутри захватывает вот этот вот образовавшийся комплекс, затягивает внутрь клетки, и вот суперактивный цитостатик начинает действовать адресно внутри самой клетки. В результате достигается максимальный адресный очаговый ответ при минимальной системной токсичности. Вот так вот, собственно, работает тростозумаб-эмтанзин. И мы вот, я сейчас специально оставила вот эти вот медицинские слайды, на самом деле показать, что доказательная база существует, но в первой линии комбинации пертузумаба с тростозумабом достигается частичный или полный ответ, когда достигается более значимый регресс практически 80% случаев, а стабилизация еще в 15-95% случаев на первой линии пертузумаба, тростозумаба, схеме от РАСПИ достигается контроль заболеваний. Конечно же, есть и резистентность, и от нее очень сложно сказать, что в 100% случаев будет ответ. И вот, что самое интересное, что в первой линии при назначении у истинно метастатических больных, которые сразу, у них возникла метастатическая болезнь, они не получали лечения по поводу ранних стадий, ну вот так вот зарегистрирована болезнь сразу в метастатической форме, у этих пациентов при комбинации пертузумаба с тростозумабом пятилетняя выживаемость, то есть увеличение медианы общей выживаемости до 5 лет составляет, значит, более 50% живет 5 лет и более. И это, конечно, значимые показатели. И, посмотрите, более того, переход на плато говорит о том, что пациенты, в ряде пациентов, у кого проводится такое лечение, эти пациенты могут, возможно, и излечиваться благодаря назначению этого лечения. А самое важное, что и качество жизни достаточно хорошее. И вот, знаете, вот эти слайды я специально оставила их на английском языке, в котором написано, что действительно ли, может быть, HER2-позитивный рак молочной железы больше не инкурабельная болезнь, потому что 8-летняя выживаемость пациентов в первой линии, которые получали только всего-навсего двойную блокаду тростозумаба с пертозумабом и с химиотерапией, достаточно показатели высокие. То есть пациенты, которым проведена анти-HER2-блокада, живут без болезни и без прогрессирования достаточно долго. Вторая линия. Вот если возникло все-таки прогрессирование на пертозумабе, тростозумабе, и это вот два моноклональных антитела, все, что заканчивается на МАБ, это моноклональные антитела, а к ним добавлялся цитостатик доцитоксил. А вот вторая линия, это препарат, о котором я сегодня говорила, это тростозумаб и мутанзин, он вводится так же, как пертозумаб и тростозумаб раз в 3 недели, и сравнивался с еще одной комбинацией, которая используется для лечения анти-HER2-терапии для хердопозитивного рака молочной железы. Это комбинация малых молекул, лопотениба, все, что заканчивается на НИП, это препараты для приема внутрь малые молекулы в комбинации с цитостатиком, капицитабином для перорального приема. И опять-таки оказалось, что назначение данной комбинации увеличивает и контроль над заболеванием, улучшает переносимость. То есть вот этот ТДМ, который вводится внутрь вена, но у него есть, конечно же, свои побочные эффекты. Чаще всего пациенты, которые получают ТДМ, может повышаться уровень трансаминаз. С этим мы сталкиваемся. Может быть, проявление астенизации. Но в целом у каждого препарата есть свои побочные эффекты. Но вот качество жизни, конечно, остается очень высоким. Что делать, если пациенты не получили во второй линии ТДМ? Опять есть доказательная база, что ТДМ работает и в третьей линии. Здесь вот ТДМ, это тростозумаб и мтанзин. Не буду называть торговое наименование, попросту не имею права. У каждого препарата есть международно непатентованное название и торговое название. Вот ТДМ назначался в третьей линии по сравнению с терапией по выбору врача. И опять-таки показатели были значительно лучше. И в настоящий момент вот такие вот графические изображения моноклональных антител, в частности, тростозумаба, пертозумаба. Вот, как я говорила, вот это его химеры, когда тростозумаб соединен с цитостатиком митанзином или препарат перорального приема лапотиниб. То есть вся ситуация в том, что в ряде случаев возникает прогрессирование заболевания. А почему оно возникает? Да попросту клетки организма, это живые клетки организма, которые адаптируют, стараются адаптироваться к тем ядам, которые к нему поступают. Или же, например, мы прекрасно понимаем, что бактерии вот вначале когда-то отвечали на пенициллины, потом со временем мы назначаем уже другой антибиотик, потому что к пенициллину возникло у бактерий привыкание. Также клетки организма, опухолевые клетки, это те же самые клетки организма, которые приобрели по ряду причин, возможность без контрольного деления, они или рано или поздно привыкают к лечению, и возникает рост. То есть растут те клетки, которые уже не чувствительны к проведенному лечению. Но то, что касается антихер-2 терапии, возможностей и этих опций сейчас достаточно много. Разработаны различные схемы, не буду на них останавливаться, проговорю лишь, на что мы ориентируемся в выборе лечения. Есть ли чувствительность к тростозумабу или нет чувствительности к тростозумабу. Но если даже на прогрессировании тростозумаба возникает прогрессирование, это не значит, что мы отменяем тростозумаб. Мы меняем комбинаторный партнер, оставляя тростозумаб. Вот на тростозумабе возникло прогрессирование, мы к тростозумабу добавляем другой антихер-2 препарат пертозумаб и в комбинации с химиотерапией. Если же мы видим, что буквально сразу на тростозумабе возникло прогрессирование, тогда оправдано, или же сразу после проведения адювантной терапии возникло прогрессирование, переходить на комбинацию того же самого тростозумаба, но соединенного с имтанзином. То есть это новое поколение так называемой иммуноконюгаты. Для третьей линии, для тех пациентов, у которых возникло привыкание к ТДМ, как я говорю, что клетки организма привыкают к тем ядам, которые научатся с ними бороться, вырабатывают уже внутренние какие-то противоядили механизмы, чтобы яд не поступал в клетку, тогда уже чуть позже, буквально времени осталось немного, но я потом проговорю, какие у нас есть возможности. В будущем они вот-вот будут зарегистрированы, но для третьей линии у нас еще остается возможность, когда к тростозумабу меняется комбинаторный партнер, назначается цитостатик, могут менять цитостатики. К тростозумабу добавляется комбинаторный партнер, например, пероральный препарат из малых молекул лопотениб. И индивидуально для каждого пациента мы подбираем то или иное лечение. Ну вот еще комбинаторный партнер для тростозумаба является эребулин. Это японский препарат и синтетический аналог из такой вот морской губки. Но что хотелось бы сказать, что комбинация тростозумаба с эребулином у пациентов, независимо, точнее у предлеченных пациентов, у которых проводилась химиотерапия в анамнезе, эта комбинация работает и работает и с метастазами в печени, и в легких костях, в головном мозге. И здесь работает независимо от линии. Но хотелось бы сказать, конечно, чем раньше назначается лечение, тем с большей вероятностью мы дождемся ответа, потому что клетки опухоли не настолько уже, они пока еще, они еще наивны, они не научились бороться с ядами, которые поступают в организм. Они не научились вырабатывать механизмы защиты. И поэтому, конечно, наиболее эффективное, наиболее современное лечение нужно назначать как можно раньше, но, безусловно, с учетом доказательной базы, с учетом наличия регистрации данного показания, в том числе и на территории Российской Федерации. Дальше вы увидите слайды, которые подтверждают эффективность тростозумаба с эребулином. Более того, переносимость эребулина, данная комбинация обусловлена тростозумаба и эребулина в основном самим эребулином, потому что это ингибитор микротрубочек, и у него эффект такой же, как у поклитоксела, возникает онемение пальчиков и степень выраженности. Когда пациент приходит ко мне на прием, я спрашиваю, как вы можете держать ложку, не падает ли она из рук, можете ли вы застегивать свои пуговицы. И это тоже уже определенный показатель периферической поли нейропатимы. Но это явление обратимо не сразу, но постепенно это уходит. Еще с какой проблемой мы сталкиваемся, что если это трижды позитивный рак молочной железы, когда есть экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона, тогда в таком случае отпадают вот эти опции перстозумаба и ТДМ, здесь уже к терстозумабу добавляется гормонотерапия. Та или иная опция гормонотерапии, это могут быть и ингибиторы ароматазы, это может быть фулвистрант. Еще одна проблема, с которой очень часто сталкиваются пациенты, страдающие раком молочной железы, в половине случаев это наличие метастаза в головном мозге. Но однозначно могу сказать, что в настоящий момент проведение локального контроля метастаза в головном мозге с помощью стереотоксической лучевой терапии, гамма-ножа или облучения всего головного мозга позволяет контролировать данное состояние и продолжать лечение. Пациенты, которые получают антихердотерапию по поводу метастаза в головном мозге, есть у меня даже такая пациентка, которая уже 9 лет получает антихердотерапию, говорит, Татьяна Юрьевна, а когда мы остановимся, на что я могу сказать, что я не могу на себя взять эту ответственность, если вы ее возьмете. И сейчас 9 лет пациентки при метастазах в головном мозге на входе в заболевание их нет, и поэтому благодаря такой тактике облучения головного мозга проведение постоянной антихердотерапии тростозумабом имеет место быть. Как долго продолжать это лечение тоже, ответа на это до сих пор по-прежнему нет. Но еще также могу сказать, что пациенты трижды негативным раком молочной железы с берсией мутацией, даже с гормонопозитивным раком молочной железы могут столкнуться с проблемами метастатического поражения головного мозга. Но если мы говорим для хердопозитивного рака молочной железы пациентов, и если возникает прогрессирование только в головном мозге, при отсутствии прогрессирования в органах, тогда облучается головной мозг и продолжается та же самая терапия. А если наряду с прогрессированием в головном мозге возникает прогрессирование и экстракраниальных метастазов, то есть метастазов вне головного мозга, тогда, конечно же, мы наряду с проведением лучевой терапии и меняем подходы в лечении данной категории больных. Вот я хочу сказать, что показал свою эффективность от препарата ДМ, но однозначно могу сказать, что сейчас мы отошли от того термина препарат проникает через гематоэнцефалический барьер или не проникает. Мы отошли от этого термина. Основной подход следующий. Если метастаз в головном мозге сформировался, значит гематоэнцефалический барьер, то есть барьер между сосудом, который есть в головном мозге, и самой тканью головного мозга уже нарушен. И чтобы препараты, которые из кровотворного русла могут поступать в головной мозг, проникали туда лучше, для этого нужно облучить головной мозг, гематоэнцефалический барьер становится более проницаемым, и препараты будут лучше проникать в гематоэнцефалический барьер, особенно если мы говорим о таргетной терапии крупных молекулах. А головной мозг для нашего организма, вы не поверите, это чужеродная ткань, поэтому он плотно защищен гематоэнцефалическим барьером. Настолько вот это такая очень уникальная структура. Поэтому, чтобы препараты лучше проникали в гематоэнцефалию, через гематоэнцефалический барьер, обязательно нужна лучевая терапия. Лучшая, если это локальная, стереотоксическая. Данный вид лечения активно проводится в нашем центре, естественно, по показаниям лечащего врача, наших радиотерапевтов. И данная методика проводится лучевая терапия не только на головной мозг, но и при наличии метастазов в костях, в печени и в других системах и органах. Ну вот то, что я обещала, какие рекомендации будут в скором времени, но они еще пока не зарегистрированы на территории Российской Федерации. Это новый препарат тростозумаб-дерокситекан. Я всегда говорю, что можно язык просто сломать от того количества препаратов, которые появляются все новых. И еще две малые молекулы. Это тукотениб с комбинацией с тростозумабом и капицитабином. И еще одна комбинация нейротениба с капицитабином. Но это вот я хочу сказать, что если мы говорим о HER2-позитивном раке молочной железы и из всего многообразия подтипов рака молочной железы, это тот подтип, который сейчас хорошо контролируется. Пациенты живут долго, десятилетиями. Мы контролируем эту болезнь. И возможности лечения много. И делается все возможное, чтобы пациенты... Жизнь у нас скоротечена, она ограничена каким-то промежутком времени, столько, сколько нам отведено на роду. И самое важное, что любое заболевание, которое возникает у человека, оно должно контролироваться максимально эффективно, и чтобы при этом мы никак не повлияли на саму продолжительную жизнь, на то самое время, которое отведено конкретному пациенту. Это так называемые качества жизни и эффективность лечения. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что не существует одного лечения для всех пациентов. Для каждого пациента с учетом биологии опухоли, с учетом особенностей организма, с учетом сопутствующей патологии ранее проведенного лечения мы подбираем терапию, которая проводится как в нашем центре, а также может продолжаться в регионах или по месту жительства, там, где пациент хотел бы эту терапию продолжить. Продолжение следует...